10 ноября в рамках пронауки прошел первый этап кастинга, на котором каждый желающий мог попробовать свои силы и побороться за место перед камерой. Для этого были созданы все условия – зона с хромакеем, телевизионные камеры и телесуфлер, с которого девушки и юноши читали необходимые подводки. Все это проходило под контролем руководителя информационной редакции и постоянных ведущих Универ ТВ. Они подсказывали, как правильно вести себя в кадре и делились своим опытом работы. Благодаря подобному кастингу Гульфия Мутугулина около пяти лет назад стала одной из основных ведущих телеканала. Опыт волонтерства на телевидении она отмечает как один из самых запоминающихся и интересных периодов – постоянные съемки, новые знакомства и даже внештатные ситуации, из которых приходилось быстро находить пути решения. Я, насколько помню, здесь было около 400 человек, все из разных сфер, были даже знакомые, были совершенно незнакомые люди. И вот нас отобрали десятку красавчиков, счастливчиков, которые стали ведущими на Универ ТВ. Чего я запомнила из своего там первого своего эфира? Я помню, я очень долго готовилась. Мне сделала подружка прическу, я там сама накрасилась, меня мандражило очень сильно, но меня очень сильно тогда похвалили, потому что сказали, что я единственная, которая не боялась софитов. Прикольность в том, что я не боюсь импровизации, и у меня сейчас, если вспомнить, то самая, наверное, крутая импровизация случилась на студенческой весне всероссийской, когда мы ввели в прямом эфире, типа «это студенческая весна, там все шумит, это студенческая весна». Второй этап кастинга 2023 года проходил в студии телеканала Универ ТВ. Ребятам, которые не смогли по каким-либо причинам посетить отбор в рамках фестиваля «Про наука», дали возможность проявить себя уже там, где ежедневно записывают новости и другие программы. Условия те же. Для начала нужно немного рассказать о себе, а после с чувством, толком и расстановкой прочитать подводки с телесуфлера. В этой же студии побывала и Гульфия Мутугулина, которая также, как и ребята, пришедшие на кастинг, вновь икунулась в атмосферу студенческих лет. На самом деле я перестала бояться в целом камеры. Для меня стало ощущение и понимание, что вот если ты просто живешь в мире, для тебя минута — это как по щелчку. А если ты в телеке, то минута — это какая-то вечность. То есть я за минуту могла посидеть, отдохнуть, попить. Для меня это очень много было времени. Этот опыт нужно пройти. Мне вот хватило пять лет. Я причем здесь не только новости вела, у нас еще было радио. Я еще и радиоведущей была, и у меня была своя даже рубрика. Но это нереально крутые. Это крутые эмоции, это крутые воспоминания. Я очень желаю универтв процветания. Телесуфлер и компьютер выключены. Свет погас, значит новости сняты. Результаты кастинга будут оглашены в понедельник. Руководителем информационной редакции универтв Кариной Саяховой. После просмотра всех отснятых видео отборочного этапа она добавит будущих ведущих в специальную беседу в Телеграм. А тех, кто не попытал счастья в этом году, обязательно ждем в следующем. А может быть и раньше. Кто знает. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.